Музыка Управление труда и социальной защиты населения является структурным подразделением администрации города Красный Луч и осуществляет управленческие функции по реализации государственной социальной политики в сфере труда, трудовых отношений, социальной защиты семей с детьми, граждан пожилого возраста, ветеранов войны и труда, граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, обслуживания населения и реабилитации инвалидов. Управление было создано 1 апреля 2015 года. Штатную численность сотрудников составляет 82 человека. В структуру управления входит 6 функциональных отделов. Это отдел социальной помощи, отдел учета льготных категорий населения, отдел социального обслуживания льготных категорий населения, отдел богатрского учета и финансовой отчетности, отдел контроля и отдел труда. Управление координирует и контролирует деятельность комплексного центра социального обслуживания населения и центра социальной реабилитации детей инвалидов «Надежда» с общей штатной численностью 114 человек. В 2017 году управление осуществляло выполнение 26 государственных программ по социальной защите и социальному обеспечению граждан города, которые стабильно финансировались за счет средств государственного бюджета Луганской Народной Республики, обеспечивались доставкой гуманитарных грузов Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации и изделиями Луганского протезно-ортопедического завода. В 2017 году общий объем финансирования всех социальных программ составил 183,4 миллиона российских рублей. Для сравнения, за 8 месяцев 2015 года объем финансирования 92,3 миллиона рублей, за 2016 год 165,5 миллиона российских рублей. Значительный рост финансирования произошел за счет внедрения новых социальных программ, повышения размеров социальных пособий. В 2018 году ожидается объем финансирования на все программы 230,4 миллиона рублей. Одним из основных видов социальной поддержки граждан является государственное социальное пособие в количестве 16 видов, которые составляют в общем объеме финансирования расходов нашего управления наибольший удельный вес – 81%. В 2017 году за назначением пособий обратилось 3730 человек. Максимальное количество получателей пособий в среднем составило 5370 человек в месяц. По сравнению с 2016 годом численность получателей пособий возросла на 8%, что прежде всего свидетельствует о том, что в нашей республике создаются все благоприятные условия для проживания семей с детьми, для проживания семей с детьми инвалидами, а также инвалидов. Увеличены размеры шести видов пособий с 1 января 2018 года в среднем на 45%. Также произошло изменение возрастных критерий по ежемесячному пособию семьям, которые воспитывают трех и более детей, это многодетным семьям. Выплата пособий в размере 1000 рублей на каждого ребенка будет продлена с 16 до 18 лет на каждого ребенка. С 2016 года в республике действует программа предоставления материальной помощи в денежном выражении лицам, которые попали в сложную жизненную ситуацию. При администрации города создана комиссия, которая рассматривает заявления граждан на назначение данного вида помощи. В соответствии с решением комиссии в 2017 году материальную помощь в денежном выражении получило 9064 жителя нашего города на общую сумму 13,6 миллиона российских рублей. Это многодетные семьи 147 человек, лица, не имеющие права на пенсию, инвалиды 353 человека, лица, получающие минимальный размер пенсии 1340 человек, а также другие граждане, которые попали в сложную ситуацию. Это 7224 человека. В 2018 году данная программа будет продолжаться. С 2016 года также в нашей республике действует программа адресной гуманитарной помощи с семьям с детьми, которые воспитывают детей от 0 до 3 лет. За 2017 год от Министерства чрезвычайной ситуации РФ получено 17 393 набора детского питания. Из них детям до 1 года 5147, от года до 3 12 246. И уже с начала 2018 года было выдано 2610 наборов детского питания. Это за январь и февраль текущего года. До конца года данная программа также будет продолжаться. В республике сложилась и успешно действует система поддержки ветеранов войны. Так, в 2017 году выплачена разовая денежная помощь 2026 ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы на общую сумму 4 219 000 российских рублей. В 2017 году увеличен размер данной помощи 32 непосредственным участникам боевых действий Великой Отечественной войне до 10 000 рублей. В рамках гуманитарной программы по соединению народа Донбасса по выплате помощи ко Дню Победы ветеранов войны была выплачена помощь 6 ветеранам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, временно находящейся под контролем Вооруженных сил Украины. В 2018 году в рамках вышеуказанной программы выплаты также будут осуществляться ветеранам войны, а также добавилась еще одна категория семей, многодетных семей, также которые проживают на территории подконтрольной Украины. В едином государственном реестре лиц, которые имеют право на льготы, на учете состоит 25 639 граждан города. Из них ветеранов Великой Отечественной войны 2399 человек, детей войны 8092 человека, граждан пострадавших в результате ЧАЭС 534 человека, многодетных семей 430, ветеранов труда 9852, пенсионеров по возрасту 21 588 человек и прочих категорий 2103 человека. В 2017 году расширен перечень категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в денежном выражении для приобретения твердого бытового топлива. Право на данную поддержку приобрели пенсионеры шахты «Алмазная» из числа бывших работников, это 529 человек. Всего в 2017 году была обеспечена денежная компенсация на твердое топливо 1884 человека на общую сумму 14 130 000 рублей. Из них ветеранов войны 563, многодетных семей 173, участников ликвидации аварий на ЧАЭС 35 человек, пенсионеров ликвидированных шахт 1113 человек, это вместе с пенсионерами шахты «Алмазная». В 2017 году продолжалась выдача проездных документов. Из них было выдано проездных документов 316 на право бесплатного проезда, 560 на право оплаты 50% стоимости и 4813 проездных документов были продлены в 2017 году. Социальная поддержка, обслуживание, реабилитация инвалидов и детей инвалидов является приоритетным направлением социальной политики нашего государства. В 2017 году на обеспечение техническими средствами реабилитации состояло на учете 275 человек. Потребность составляла 549 штук единиц средств реабилитации. В декабре 2017 года по госзаказу было доставлено в наш город 292 единицы технических средств реабилитации, которые были выданы инвалидам в порядке очередности в полном объеме. В 2017 году совместно с ГУПЛНР протезно-ортопедический завод 173 инвалидам, детям-инвалидам и отдельным категориям населения выдано 510 протезно-ортопедических изделий. 34 ребенка-инвалида направлено для прохождения реабилитации в Краснолучский центр социальной реабилитации детей инвалидов «Надежда». 21 инвалид направлен для прохождения медицинской реабилитации в ГУПЛНР в Центр комплексной реабилитации инвалидов в городе Луганске. Для получения комплекса услуг направлено в Центр возрождения 25 детей-инвалидов с диагнозом ДЦП. Также в 2016 году было принято документы для оформления в дома-интернаты для инвалидов и престарелых, это 46 человек. В нашей республике сложилась замечательная традиция обеспечивать накануне новогодних и рождественских праздников детей сладкими подарками. Во исполнение постановления Совета Министров по проведению новогодних и рождественских праздников в город Красный Луч поступило 10 642 подарков, которые были профинансированы на общую сумму 3 225 000 рублей. Управление труда выдало из них 3957 новогодних подарков, 1824 ребенка дошкольного возраста, не посещающие детские дошкольные учреждения, 169 детей-инвалидов, которые также не посещают дошкольные учреждения, и школы в возрасте до 18 лет. При проведении благотворительных новогодних мероприятий республиканского значения в городе Луганске было выдано 327 подарков талантливым, одаренным детям, лидерам ученического самоуправления. На мероприятии, приуроченном к открытию городской новогодней елки, детям, воспитывающимся в социально несощущенных семьях, было выдано 1964 подарка. В 2017 году на территории Луганской народной республики продолжали свою работу гуманитарные миссии. Управление Верховного комиссариата ООН выдало 14 521 единицу памперсов, продуктов питания, гигиены, ученических наборов, постельных для принадлежностей. Краснолучское городское общество Красного Креста выдало 900 продуктовых и гигиенических наборов для граждан, которые состоят на учете, как оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Общественно-полезное общество «Человек-беде» 477 продуктовых и гигиенических наборов. Также основной функцией в сфере труда и трудовых отношений нашего управления является уведомительная регистрация коллективных договоров. С начала 2017 года уведомительную регистрацию прошли 65 коллективных договоров предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности. Из них государственная форма собственности 59, коммунальная 3 и частная форма собственности 3. Общий анализ показателей количества колдоговоров на территории нашего города говорит о значительном повышении эффективности работы профсоюзных организаций, причем растет количество коллективных договоров, заключенных в госучреждениями и организациями. Показатель 2017 года вырос почти в трое по сравнению с 2016 годом. В 2017 году совместно с фондами социального страхования руководители структурных подразделений управления приняли участие в 24 выездных приемах на территориях городских и поселковых советов, в том числе город Вахрушево 4 приема, Меусинск 5, город Петровское 3 приема, поселок Софийский 3, Штыравка 2, ПГТ Христальная 2 приема, Запорожье 2 приема, поселок Шахты Новопавловское 3 приема. Общее количество граждан, получивших разъяснения и консультации специалистов управления по интересующим вопросам, составило 61 человек. Большую помощь в организации данных приемов была оказана со стороны начальника водилов по обеспечению жизнедеятельности вышеуказанных территорий. Уже составлен график выездных приемов на 2018 год, и с начала года было уже проведено 4 выездных приема. Также хочу отметить, что при содействии администрации нашего города значительно улучшилась материально-техническая база нашего управления. Так, в 2017 году из местного бюджета было выделено 317,6 тысяч рублей для текущего ремонта шиферной кровли, для ремонта системы водоснабжения и актового зала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова